Кроме членов Шанхайской организации сотрудничества, объединившей ученых России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, на конференцию в Сочи приехали и представители Всемирной организации здравоохранения, а также объединенные программы ООН по ВИЧ-СПИД. Атмосферу курорта участники называют рабочей, да и новые впечатления о городе – эмоциональная подпитка для ученых умов. Мы даем возможность посмотреть, как выглядит Сочи сегодня после Олимпиады, что задействовано все, что работает все, что высокоэффективная эксплуатация, эксплуатируются все здания, сооружения и все объекты. Правда, в первую очередь на конференции обсуждают вопрос распространения инфекции и снижения риска заражения. К примеру, по лихорадке Эбола цифры обнадеживают. Из 48 подозрительных случаев в России ни в одном наличие вируса не подтвердилось. Да и в целом количество заболеваний этой лихорадкой в мире уменьшается. А вот победить СПИД пока не удается. Если на международном уровне отмечается значительный успех в сфере борьбы со СПИДом, и практически во все регионы в мире эпидемия идет на спад, в нашей регионе, практически во все страны, страны-члены ШОРС, эпидемия, наоборот, идет, набирает обороты. Тем не менее, в планах участников конференции остановить эпидемию к 2030 году. Как это сделать, обсудят в ближайшие два дня. Кстати, в начале встречи говорили и о Сочи. Мэр курорта отметил улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе. Построены наши очистные сооружения, глубоководные выпуски, это рекультивация свалок. И у нас, конечно, достаточно хорошая сегодня экологическая ситуация, можно сказать, одна из лучших. Но надо и отметить, что работу в этом направлении мы никогда не прекращали и не прекратим. Впрочем, у ученых будет возможность самостоятельно оценить состояние экологии Сочи. Участники конференции не ограничатся заседаниями в зале. Их отвезут на экскурсии в горы Красной Поляны и в Олимпийский парк. Там они смогут своими глазами увидеть, как Россия обеспечивала санитарно-эпидемиологический контроль во время проведения зимних игр 2014 года. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ